Здравствуйте, друзья, гости, подписчики и неравнодушные к моему творчеству, моего канала. Как я и обещал, я хочу рассказать, немного вкратце будет это всё, как я лечился от коронавируса. Во-первых, скажу так, случилось это у меня дома в октябре месяце, в первых числах, когда же нас с дочерью были в больнице, уже я отправил их. И у меня получился обморок. Почему? От того, что, наверное, у меня поднялась большая температура, под 40, я упал и очнулся на полу, больше я ничего не помнил. И на следующий же день я лежал пластом, и уже жена, недолечившись, вышла под расписку из больницы, чуть-чуть недолечилась она, правда, чтобы меня отправить в больницу. У меня уже было на тот момент поражение лёгких, очень сильное, 70%. Ну что скажу, меня сразу на КТ просветили мои лёгкие все, и сразу определили ковид. Ну что, вот сзади меня больница находится, в которой я лежал. Вот обратите внимание, первый корпус больницы, первый корпус, вторая больница города Дзержинска, вот первый корпус сзади меня находится, где я начинал своё лечение, где я был подключен к кислороду, я полторы недели был под кислородом, буквально. Лечение было интенсивное, каждый день уколы, внутривенные, внутримышечные и тому подобное, разные процедуры, таблетки и прочее. Что хочу сказать. Персонал очень отличный. Медсёстры – это просто супер, вот. Я выражаю благоданность свою всему врачебному персоналу, всем медсёстрам, кто работает в больницах наших. Очень хорошо справляетесь, очень хорошо людей поднимайте на ноги. Вам большой поклон от меня, если кто мой канал видит. Это раз. Ну вот я обозрел всё этот, так, буквально в общем взятом формате, вот. Вот. Всё заснял, где я пролежал. Вот. Но скажу ещё что. Когда я пролежал первые дни в первом корпусе второй больницы, меня перенаправили, как только у меня, тогда ещё плюс скажу, взяли мазок контрольный на ковид, и у меня пришёл результат отрицательный. Это значит, у меня всё пошло уже нормализоваться, так скажу. И меня были вынуждены врачи-терапевты перенаправить во второй корпус, второй больницы. Второй корпус. Тоже отделение пульмонологии, первый этаж. Вот. Такой же хороший врачебный персонал. Всё отлично было. Там я долечивался ещё три недели. Я долечивался. Вот. Так бы всё хорошо. И уколы, и таблетки, и питание. Кстати, насчёт питания скажу. Вот такое было питание. Хорошо кормили. Мне очень понравилось. Спасибо всем за заботу такую. За то, что лечили достойно, хорошо, не скрою. Очень всё добросовестно выполняли. Вот. Это всё хорошо. Спасибо вам большое за это. Вот сзади второй корпус, где я долечился, я покажу вот сзади. Ну, маленькие нюансы есть такие. То, что вот, например, когда перед выпиской уже оставалось два дня, и вот, где я лежал, вот окно я покажу, вот окно. Я заснял окно, где я лежал. Это была палата номер один А. Она была на двоих персон палаты, на двоих человек. Ну, что скажу, вот два дня оставалось, конечно, и вот человека привезли. Какого-то безнадёжного уже вообще, не знаю. Что с ним, конечно, было, тоже не говорили. Но дело в том, что вот он где-то пролежал два дня. Он и кашлял, и дохал, сильно дохал. Прям аж ночью, прям спать было невозможно. Так сильно он дохал, и дышал очень-то плохо. Ну, вот человек ушёл на тот свет. В 45 лет ушёл на тот свет. Вот я покажу, конечно, могу показать. Его я заснял тут мельком. Вот. Что скажу? Ну, не знаю. Может быть, что-то какая-то у него повлияла, какая-то другая болезнь выявилась. Чего ли, я не знаю. Но факт тот, что человек в 45 лет ушёл на тот свет. Может, из-за этой болезни. Может, что-то повлияло ещё другое. Я не могу ничего сказать точно. Вот. Но дело в том, что я только скажу всем. Люди, берегите своё здоровье. Оно удаётся только один раз. Вот и всё. Следите за своим здоровьем. Не повторяйте ошибок никаких. Если хотите жить, живите. И я вам всем желаю одного. Жить и здравствовать. Вот. Ну что, я вот выписался, короче, из больницы. Меня выписали 1 ноября. Сейчас я дома. Долечиваюсь. Хожу в поликлинику нашу городскую. Она тут недалеко от нас, слава богу. Вот. Недалеко от дома. Ну, чуть-чуть двигаюсь. Ещё, конечно, тяжеловато мне дышать. Задыхаюсь, когда ещё по лестнице. Поднимаюсь, задыхаюсь. Вот. Очень трудно пока. Но я думаю, может быть, всё будет нормально ещё пока. Вот. Была температура, держалась очень долго. 38. Вот. Но, слава богу, пу-пу-пу-пу-пу. Сейчас у меня вот какой день её нету. Это хорошо. Это меня радует. Вот. Только ещё одно у меня смущает. Была вот вот диарея. Маленько она прошла. Не вся, конечно. Но, я думаю, тоже подлечусь. Вот. Ну, что скажу вам, друзья. Вот я вам вкратце рассказал. Вот. Ну, что? Спасибо вам, что вы меня послушали. Жду от вас комментариев. Друзья. Вот. Я рассказал вам, как я тут лечился. Что многого я повидал. Чего я испытал. Вот. Выписался, конечно. Сейчас я долечиваюсь. На дому. Хожу в поликлинику. Вот. Лечусь на дому. Препараты очень дорогие. Мы уже потратили очень крупную сумму на лечение. Вот. Что ещё придётся мне сколько времени пробыть на больничном, пока не знаю. Ну, что? С вами был Алексей и доктор Лешин. Что вы узнали многое от меня. Всем спасибо. Ставьте комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok